Все мы знаем, что озон, озоновый слой важен для жизни на планете, все мы знаем, что озон защищает Землю от ультрафиолета, от солнечных лучей и надо бороться за сохранение озонового слоя. Все мы это видим через экранизацию многочисленных кинофильмов, мы об этом читаем в литературе, мы слушаем академических представителей, ученое сообщество именно с докладами на эту тему. Однако выясняется, что озон рядом с нами буквально, Дмитрия, от нас с вами убивает. Большая концентрация озона рядом, это наша с вами возможная смерть. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии, организованной информационным агентством Регнум. Дискуссия называется «Экономические и экологические последствия международных природно-охранных соглашений для России». Научный сотрудник Института общей физики имени Прохорова Российской Академии Наук Сергей Котельников. Сергей Тахов. Да, я продолжу. За шумом по поводу озоновых дыр совершенно никто не рассказывает про приземный озон. Защитный озоновый слой находится на высоте примерно 50 км от поверхности Земли, а приземный озон на уровне нашего дыхательного аппарата. То есть приземный озон наверху это хорошо, приземный озон в этом случае это плохо? Нет, нет, озон формула одна и та же. О-3? О-3, да, но функция он выполняет совершенно разная. Если наверху он защищает, то около Земли он убивает все живое и неживое. То есть, например, автомобильная резина в трубку превращается в озон. Это очень активный газ. Самый сильный окислитель на Земле это ажфтор, а второй это озон. У нас приучали, что озонировать помещение, ионизировать помещение, люстра Чижевского, это полезно для здоровья. Вы знаете, мы пользуемся только экспериментальными данными, проверенными. И что показывают наши исследования. Значит, после грозы, например... Пахнет озонов, говорят. Ну да, это говорят билетристы. Что говорят ученые. Мы проводили измерения многократно в разных местах, и в курортных, и в городе. После грозы озон падает почти до нуля. Я показывал вчера картинку нашей экспериментальной данной, то есть вымывается. При земном слое атмосферы, в доиндустриальный период, то есть когда не было промышленности, было примерно 20 микрограмм на метр кубический озон. Это наши предки выросли. Но в связи с индустриализацией, очень много появилось, так называемых предшественников озона, из которых он образуется под действием солнечной радиации, и нужна еще высокая температура воздуха, то есть летняя жара. И, например, в Москве, ну, примерно 95% загрязнений атмосферного воздуха предшественниками озона, это выбросы автотранспорта. Вы сами все свидетели, что еще в 70-е годы никто не знал, что такое пробки. А сейчас проехать невозможно. То же самое во всех городах России, даже в Малинке. Поэтому предшественников озона стало очень много, а все наши города, по данным Росгидрометра, имеют очень грязный воздух. Вот именно предшественниками озона. Это из доклада, который можно увидеть, я тоже демонстрирую. И вот когда наступает жара, особенно последняя волна жары лета 2010 года, и во время этой жары под действием солнечной радиации, вот из этого загрязненного воздуха образуется огромная концентрация озона. То есть вот эта летняя жара 2010 года, она способствовала образованию концентрации озона в московском регионе более 500 микрограмм на метр кубический. Что это за цифра, я сейчас скажу. В условиях эксперимента, это справочные данные, 17% крыс за один час умирают при таких концентрациях. А крыса, вы, наверное, знаете, она настолько... Вызовет после радиации, это написано во всех учебниках. Да, а вот после озона умирает. Почему? Потому что в специальной литературе озон, например, военные называют идеальным боевым отравляющим веществом. То есть мизерная концентрация его уже могут... Только запах. Да, единственный недостаток резкий запах. Если бы не было резкого запаха, это было бы идеально... Вы желали в столице, в крупных городах, во время колоссальной жары, там, 2010 года, выезжать за город? Ну, вы знаете, специфика образования озона, то есть его фотохимии, она такова, что за городом концентрация еще выше. Мы проводили эксперименты, измеряли, например, в Тарусе традиционное курортное место. Так там оказывалось в определенные дни озона намного больше, чем в Москве. Это объясняется все ученым. Я просто не буду сейчас отнимать время. Но это везде в мире так, мы просто подтвердили. То есть те москвичи, которые пытаются скрыться от жары, от грязного воздуха летом за городом, они могут оказаться при высоких концентрациях озона и повредить свой здоровый. Как он влияет на здоровье человека? Какие органы поражают? В первую очередь, значит, что происходит при вдыхании? Я еще раз подчеркиваю, что мы исследуем только озон, который проникает через респираторную систему. То есть дышит. Им можно лечить во время войны, допустим, на раны накладывали воздухонепроницаемые, допустим, пакеты, даже во время афганской войны, и запускали туда высокие концентрации озона. И он убивал бактерии. Но это очень высокие концентрации озона. А вот при вдыхании, даже мизерной концентрации, что они вызывают? Озон плохо растворяется в воде, и поэтому проникают в самые глубокие части респираторного тракта. И вызывают воспалительные процессы. В зависимости от концентрации, конечно, состояния здоровья человека. Но при повышенных концентрациях озона возникают даже пневмонии, различные риниты, аллергии. Это все есть в специальной литературе, описано. Зарубежные исследования, колоссальное количество исследований. И так как респираторная система тесно связана с сердечно-сосудистой, бьет и по сердечно-сосудистой системе. То есть вызывают дисфункцию миокарда, нарушают вариабельность сердечного ритма, происходит вазиконстрикция, это резкое сужение сосудов через повреждение нервной системы, резкий спад сердечной деятельности и прочее, прочее, прочее. За рубежом очень много проводится исследований, документов ВОЗ можно увидеть, что... Всемирная организация здравоохранения. Да, Всемирная организация здравоохранения. Она публикует отчеты по этим исследованиям. И основная причина смертности от озона это респираторные сердечно-сосудистые заболевания. Можем ли мы говорить, если вы наблюдали жару в Москве 2010 года, о повышении смертности, о повышении заболеваемости среди москвичей в связи с заражением озоном, так скажем? В связи с высокими концентрациями. Мы провели исследование не только в Москве, но и в малоурбанизированном районе на юге Кировской области. Маленький городок, Вятские поляны. То есть нам надо было важно знать, что в мегаполисе много веществ всяких, а в маленьком городке, где нет никакой промышленности, там только... Что там происходит? И что мы получили? Оказалось, что в самый жаркий месяц, допустим, июля, в Вятских полянах не было никакой связи с заболеваемостью. Даже при высокой температуре. Но там всего было два дня двукратного превышения по озону. Предельно допустимой концентрации сегодня суточной. А вот когда в августе 13 дней подряд было двукратное превышение, то есть доза была намного больше, вызовы скорой помощи, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и концентрация озона пик под пик пошел. Высокий озон, много вызовов. Корреляция очень высокая. Когда мы прочитали работы выдающегося зарубежного ученого Дэвид Баттес, он прямо пишет, что у них за рубежом настолько хорошо изучена связь заболеваний с озоном, что по количеству вызовов скорой помощи они знают, сколько озона в воздухе. В Москве что показали наши исследования? При таких чудовищных концентрациях оказалась очень высокая связь с пневмонией. Мы брали вызовы скорой помощи имени Пучкова с этой станции. И данные брали с сайта Мосэкоммунитурника. И что оказалось? Например, смертность 12 тысяч человек в Москве, она составила дополнительную смертность. И мы получили очень высокие корреляции с озоном. То есть это буквально... Это ваше мнение, либо есть объективные данные? 12 тысяч человек умерли от озона в 106-м году? Нет, мы так не говорим, что от озона умерли. Просто мы получили очень высокую степень связи с озоном. И я демонстрировал, например, график, который документы Всемирной Организации приводят, что при 50 микрограмм на метр кубический уже около 2% дополнительная смертность. И по этому графику, если посмотреть, 500 микрограмм. То есть вы говорите, что если дышать озоном, то это поражает легкие, поворождает сердце, развивает болезни, связанные с этими органами. Но мы же с вами знаем, что все медицинские учреждения операционные, иногда озонируют, ионизируют. Палаты рожениц убивают бактерии, чтобы мамочка могла родить ребенка здоровеньким, без бактерий. Получается, по вашим словам, что у нас в медицине убивают новорожденных? Вы знаете, я с такой проблемой столкнулся, когда в Санкт-Петербурге перед медиками делал доклад несколько лет назад. Более 100 врачей было. И когда я им рассказал о проблеме приземного озона, женщины стали подходить ко мне, врачи, и со слезами на глазах просить, сделайте что-нибудь с нашим департаментом здравоохранения. Я говорю, а что ты с ним делаешь? А у нас, говорит, в роддомах, в палатах, в присутствии рожениц и новорожденных обрабатывают озоном помещения для бактерицидной обработки. Но вы понимаете, какие здесь нарушения? Во-первых, обработка озоном должна проводиться в помещениях только без людей. Это строго везде, во всех инструкциях. Я уж не знаю, они, может, не читают, не знают. А в-третьих, что? Это только в Петербурге? Вы знаете, я беседовал с московскими врачами, они мне сказали, что в Москве тоже самое происходит. Где можно встретить высокие концентрации озона, вне зависимости от природных естественных колебаний, в быту? Да, вы знаете, мы столкнулись еще в начале 2000-х годов. Нам в институт позвонили из редакции Центральной профсоюзной газеты, Солидарность такая, и сказали, что у них отравился сотрудник по непонятным причинам отхода прибора. И меня руководство института комендировало с газоанализатором. Ну, я примерно знал, что это может быть. И в редакции мы просто провели расследование, меня попросили померить, и небольшой, так называемый, очиститель воздуха, маленький, буквально такой приборчик, оказался мощнейшим генератором АЗУ. То есть вот рядом с ним концентрации он генерирует больше 1000 микрограмм на метр. Что случилось женщине? Женщина почернел язык, она очень плохо стала себя чувствовать. И газета провела журналистское расследование. Статья, ее в интернете можно найти, она как мне попадалась, яд, место, чисто воздух. Все подробности можно там узнать. Удивительно то, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга, где вот эти приборы, да, что журналисты все-таки до него добрались, ответила. Мы, говорит, знаем, что АЗУН ядовитый, мы не проверяем никакие приборы, вот эти очистители воздуха на АЗУН. Мы проверяем только на электрическую безопасность. То есть не проверяют АЗУН. То есть, продолжая Вашу мысль, это и бытовые АЗУНаторы, это и автомобильные АЗУНаторы, и инвизаторы и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос. Если санэпидем врачи не проверяют на концентрацию АЗУНа, Вы говорите, что это может привести к смертельному исходу. Да, при таких концентрациях может. И это есть естественные колебания концентрации АЗУНа, есть, собственно, как мы сами себя убиваем. Что делает государство? Вот Ваш институт, если исследует эту проблематику, сколько станций наблюдения концентрации приземного АЗУНа, станций мониторинга в стране, сколько государственных станций, Ваши институты? Ну, наш институт государственные станции не имеют. У нас есть небольшая сеть для научных исследований. Сколько станций? У нас три станции. В Санкт-Петербурге две, и вот в Кировской области одна. То есть это сеть. Еще есть для научных исследований одна станция или две в Томске и в Огницке. Это на всю Россию? Да, это не государство. А государственная сеть, единственная в Москве, несколько станций мониторинга в приземном. Несколько это в пределах десятка? Ну, в пределах десятка. Да, они то работают, то может... И это на всю территорию страны? Да. Буквально два десятка станций? Различный форум собственности? Не, ну, надо считать вообще государственные. То есть это вообще во всех странах государственная проблема. И решают государства. Например, в Европе, в странах, в Европейском Существе, там десятки тысяч станций. Я показывал себя так. То есть в каждом городе буквально? Ну, конечно, там есть определенные критерии. Там не только в городе, в сельской местности, в городах, чтобы обеспечить полной информацией как граждан для защиты их здоровья. Так на основе этих данных формируется политика, экологическая политика, то есть очищение воздуха. Мы живем, получается, в стране. Как происходит? Тогда вопрос, что может сделать простой человек, простой гражданин? Как получить информацию о высокой концентрации приземного озона? Как защититься? Какие меры предосторожности? Вы знаете, еще какая особенность я добавлю? Мы этот вопрос поднимали в 2009 году в Госдуме и РФ. Ставили этот вопрос. И что оказалось? Юристы провели анализ законодательства. И оказалось, что у нас законы атмосферного воздуха практически ликвидировали. Основные статьи, кто отвечает, финансирование программы, они все выбраны. У нас никто за воздух не отвечает. А в Соединенных Штатах Америки правительство взяло на себя ответственность за воздух, за качество и за то, что будет со своими гражданами из-за этого качества. Простите, мы сейчас с вами выходим на территорию конспирологии. Либо получается, что правительство сознательно принимает решение убивать граждан страны, либо это не профессионализм и какая-то недальновидность. Я только констатирую факты, а с чем связано, я не знаю. И дальше я отвечу на ваши вопросы, что делать гражданам. Москвичам повезло. Единственная сеть станций государственная в Москве. Есть доступ в интернете. Значит, просто наберите мосокомониторинг в любом поисковике, попадете на этот сайт. Ну, там надо разобраться. Указаны станции и... Найди ближайшие. Ну да. Зная вот эти концентрации опасные. Допустим, 100 микрограмм на метр кубический, это ПДК для промзоны. Это уже опасно. Другие граждане, вреди. Нет, сейчас я доску, что еще москвичам надо делать. Когда повышенная концентрация озона, и вы, допустим, сердечник, пожилой человек, закройте окна, включите кондиционер и переждите вот это время. Останетесь живым. А когда невысокий озон, да, тогда на улице можно работать, все там, ехать за дорогу. Вот сейчас, допустим, холодно, солнца нет, озона очень маленькая. Но когда наступит жара за 20 градусов, тогда уже появляется опасно. Так что пользуйтесь сайтом, носок и мониторинг, больше ничего нет. Скажем, это не была рекламная продукция? Да нет, это защита. Единственное, зачем мы будем рекламировать носок и мониторинг, мы с ними не имеем. А вот они вот никак. Там никто не знает, ни врачи, ни граждане. Я много случаев наблюдаю гибели. Вот мой знакомый несколько лет назад умер в Вятских полях. Только вышел на пенсию. Здоровый мужик. Он свой огород за городом, там лебедка, выхлоп идет, жаркий день был солнечный, мы озон мерим, высокий был. У него резкий спад сердечной деятельности, упал, все, не знали, что делать, пока вызвали скорую фону. Умер человек. А если бы, как в других странах принято, в Германии, например, самый посещаемый сайт, это сайт по озону. Люди смотрят, даже в аптеках, но их же проинформировали, не знают, что это за концентрация. Врачи объясняют. И человек может планировать свою деятельность, допустим, он не будет кататься на велосипеде, когда высокий озон, останется живым. Вот. Информированность нужна. К сожалению, мы увидели, например, что никто не из врачей, МЧС, там и прочее, никто не знает про озон, не знает, что есть такой сайт, да и такие станции. Информированность, это в первую очередь защита. Им надо объяснить, что делать. Информационное агентство «Регнум» проводит большую экспертную дискуссию, экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России. Информационное агентство «Регнум» предоставляет площадку для всех мнений. И одно из них мы сегодня услышали. Честно говоря, я признаюсь, я шокирован тем, что вы сказали. Напомним, это был Сергей Котельников, научный сотрудник Института общей физики имени Прохорова, Российской академии наук, беседовал Максим Шилов. Субтитры создавал DimaTorzok